Снайпер 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 Взвод выполнял начальное упражнение Стрельб из автомата Лучших результатов добились Рядовой Константинов Я выбил 28 очков Рядовой Ширинов Я 27 очков При отборе кандидатов в снайперы Особого внимания заслуживают Те военнослужащие, которые имеют Спортивные разряды по стрельбе Занимались охотой По характеру выдержаны, наблюдательны Обладают хорошей физической подготовкой Кандидатуры на должности снайперов Намечаются командиром подразделения И подаются в штаб части Где они рассматриваются И отдаются приказам Товарищи офицеры Мы должны обсудить кандидатов На должности снайперов На основании полученных сведений Характеризующих молодых солдат И индивидуальные беседы С каждым из них Мы должны отобрать самых достойных Товарищ старший лейтенант Вызовите рядового Константинова Рядовой Константинов Я Войдите Есть Товарищ подполковник Рядовой Константинов для беседы прибыл Товарищ Константинов Откуда вы родом? Кто ваши родители? Чем занимаются? Родился я в поселке Таежный Иркутской области В семье охотника Мой отец охотник-промысловик Мать работает в зверосовхозе за техником На стрельбе вы показали высокие результаты Вы занимались охотой? Я занимался стрельбой До призыва в армию Я был в сборной команде техникума по биатлону Какой спортивный разряд вы имеете? Первый Товарищи офицеры У кого есть вопросы к Константинову? Вопросов нет Нет Товарищ Константинов Вы назначаетесь кандидатом в снайперы Вызовите рядового Ширинова Идите Есть Таким же порядком проводятся беседы И со всеми остальными кандидатами в снайперы Из вновь прибывшего пополнения Отбор кандидатов в снайперы Может производиться и из числа солдат Последующих периодов обучения Обладающих необходимыми качествами для снайпера Товарищи Согласно приказа по части Для организации 30-дневных сборов со снайперами Начальником сборов назначается старший лейтенант Андрей Юг Я Садитесь Есть Командирами отделения назначаются От 1-го батальона Младший сержант Кадыров Я От 2-го батальона Старший сержант Григорян Я От 3-го батальона Сержант Гегаури Я Садитесь Есть Общее руководство сборами Возлагается На заместителя командира части Майора Сергеева Сборы снайперов проводить На учебном центре Камхуд Начало сборов С 1-го августа Для руководства и подготовки к занятиям Использовать План Проведение сборов со снайперами Курс стрельб и стрелкового оружия Методику огневой подготовки мотострелковых подразделений Наставление по стрелковому делу Снайперская винтовка Драгунова Учебно-методическое пособие Подготовка снайпера Методические сборы С начальниками сборов И сержантами-командирами отделений Будут проводиться в масштабе соединения С 10-го июля Товарищи солдаты Повторим пройденный материал Рядовой Мамедов Я Покажите неполную разборку Снайперской винтовки Есть Подготовку снайперов следует проводить На основе принципа соблюдения Последовательности в обучении теории и практики Перехода от простого к сложному Важнейшим условием для твердого усвоения предмета Служит повторение ранее изученного материала И регулярное проведение тренировок И днем, и ночью Кроме того, должны учитываться Индивидуальные особенности каждого обучаемого Которые помогут ему достигнуть наибольших результатов Развить свои способности Добиться мастерства в снайперском деле В ходе сборов Со снайперами в первую очередь изучается Материальная часть снайперской винтовки Боеприпасы Приборы прицеливания и наблюдения В последующем изучаются Приемы и правила стрельбы Отрабатываются вопросы разведки целей Наблюдением Выбора и оборудования огневых позиций Занятие по огневой и тактической подготовке Проводится на учебных местах войскового стрельбища И на тактическом поле Производство выстрела из винтовки Складывается из ряда приемов Прежде всего нужно изготовиться к стрельбе То есть занять определенные положения для стрельбы Обеспечивающие необходимую устойчивость винтовки Обучение приемам изготовки для стрельбы Производится в такой последовательности Производится образцовый показ приема в целом Затем по элементам с кратким объяснением Каждый снайпер Руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы Должен с учетом своих индивидуальных особенностей Выработать и применить наиболее выгодное Устойчивое и однообразное положение Головы, корпуса, рук и ног Автоматизм в выполнении приемов достигается постепенно Путем многократных повторений При отработке приемов Руководитель занятий указывает обучаемым на их недостатки И добивается правильного их выполнения Используя принцип тренировать всех, учить одного Прикладка имеет существенное значение для меткости стрельбы Для получения однообразных углов вылета И сохранение кучности стрельбы Необходимо учить, чтобы обучаемые Приклад винтовки упирали однообразно Должно быть ощущение плотного прилегания к плечу Всего затыльника приклада Командиры отделений Обязаны добиваться от обучаемых Строгого выполнения всех правил изготовки для стрельбы Прицеливаясь с помощью оптического прицела Нужно соблюдать следующие правила Первое Совместить глаз с выходным зрачком прицела Если глаз будет ближе или дальше выходного зрачка То в окуляр стрелок увидит кольцевую тень Потренируемся в выполнении этого правила Второе правило Держать глаз на главной оптической оси прицела Если глаз будет смещен вверх или в сторону от этой оси То в поле зрения появятся тени в виде полумесяца Эти тени находятся в той стороне окуляра Куда отклонился глаз от оптической оси При наличии такой тени Пули будут отклоняться в сторону противоположную тени Чтобы правильно прицелиться Нужно навести острие прицельной марки в точку прицеливания И следить при этом, чтобы поле зрения прицела было чистое Без затемнений Навыки правильно располагать глаз относительно окуляра Вырабатываются путем систематических тренировок Третье правило заключается в том, что шкала боковых поправок Должна быть расположена строго горизонтально Важное место в обучении должно уделяться правильному спуску курка Дергание за спусковой крючок приводит к неточному выстрелу Правильность нажатия на спусковой крючок Можно показать накладыванием пальца руководителя на палец обучаемого И плавно нажимать до тех пор, пока курок не сорвется с боевого взвода При спуске курка не следует придавать значение легким колебаниям угольника сетки у точки прицеливания Стремление быстро нажать на спусковой крючок В момент наилучшего совмещения угольника сетки с точкой прицеливания Приводит к дерганию за спусковой крючок и к неточному выстрелу Выстрел производится на выдохе, затаив дыхание Каждому упражнению учебных стрельб предшествует выполнение дополняющих друг друга подготовительных упражнений Совокупная отработка которых обеспечивает обучение умелым действием с оружием, меткой стрельбе, умелому применению правил стрельбы Изучим вопросы выбора огневой позиции и ее оборудования Перед вами окопы для стрельбы лежа, с колена, стоя Обратите внимание, как они оборудованы и замаскированы Сейчас вы видите эти окопы с расстояния 500 метров Обратите внимание, как они сливаются с местностью Правый окоп хорошо наблюдается Маскировка является неотъемлемой частью боевой деятельности снайпера Как бы хорошо военнослужащий не владел оружием Каким бы обученным стрелком ни был, но не умея в совершенстве маскироваться Он не может считаться подготовленным снайпером При маскировке следует учить оценивать рельеф, фон и другие условия местности С тем, чтобы правильно выбрать огневую позицию и скрытно ее занять Для привития навыков в выборе огневой позиции на местности С обучаемыми проводится тактическое занятие Руководитель занятия вводит обучаемых в тактическую обстановку Указывает ориентиры И проверяет, правильно ли обучаемые выбрали маршрута движения на поле боя И наметили места для остановок Проверив правильность выбранных маршрутов движения И намеченных мест остановок Руководитель приступает к тренировке обучаемых Убедившись, что первый снайпер правильно передвигается и выбирает огневую позицию Руководитель приказывает проделать то же самое по очереди всем обучаемым Если снайперам будут допущены ошибки в выполнении отрабатываемых приемов Руководитель возвращает его в исходное положение И действия повторяются Убедившись, что все обучаемые правильно поняли порядок действий Руководитель тренирует всех Обращая внимание на каждого снайпера В правильности выбранного маршрута движения Огневой позиции Отыскании и уничтожении наиболее важных целей С переходом в атаку Снайпер передвигается перебежками От одного рубежа к другому Прежде чем покинуть место, откуда снайпер вел огонь Надо выбрать впереди себя новую огневую позицию И определить наиболее выгодные и скрытые пути выдвижения к ней Командиры отделений Индивидуально каждому указывают на ошибки В выборе огневых позиций А при необходимости приказывают занять новые Выбор огневой позиции снайпера Зависит от конкретной обстановки и местности Вы находитесь на переднем крае обороны Огневые позиции выбрать Перед передним краем Рядовому Ширинову В глубине Рядовым Мамедову И Султанову Остальным На переднем крае Как правило, цели Расположенные на удалении до 500 метров Уничтожаются с огневых позиций Переднего края обороны своих войск Для решения огневых задач по целям Находящимся на удалении более 500 метров Огневые позиции могут выбираться Перед передним краем своих подразделений Для стрельбы и снайперской винтовки Необходимо выбирать такое место Которое обеспечивает наилучший обзор и обстрел Дает возможность снайперу укрыться от наблюдения и огня противника Обеспечивает удобство изготовки для ведения огня И поражение противника с первого выстрела Первая траншея Больше подвергается наблюдению и огневому воздействию противникам Поэтому в ряде случаев Выгодно выбирать огневую позицию В глубине взводных опорных пунктов В горах место для огневой позиции снайпера выбирается на скатах господствующих высот Обращенных к противнику Она обеспечивает круговое наблюдение и ведение прицельного огня на большую глубину И надежную маскировку А при обороне в узкой горной долине На прилегающих скатах гор Обеспечивающих прострел долины огнем на большую дальность С получением задачи от командира подразделения Снайпер обязан оценить и изучить характер действий противника и местность в своем секторе обстрела Для этого необходимо произвести общий осмотр местности невооруженным глазом Второе Наметить ориентиры То есть местные предметы на различных направлениях и рубежах Где наиболее вероятны действия противника и появление снайперских целей Ориентиры нумеруются справа налево От себя в глубину До них определяется дальность и составляется схема наблюдения за местностью Составив схему наблюдения Необходимо приступить к дальнейшему изучению местности При помощи оптического прибора Для контроля за правильностью действий обучаемого используется ортоскоп и другие приборы командирского ящика Местность осматриваете неправильно Необходимо осматривать по зонам в указанном секторе Наблюдение начинается с ближней зоны и ведется по условно обозначенным рубежам от себя в глубину Путем последовательного осмотра местности и местных предметов Открытые участки местности осматриваются быстро Закрытые более детально Подозрительные места изучаются особенно тщательно Упражнение по разведке целей Отрабатывается в ходе огневых тренировок на учебном месте Оборудованном управляемым мишенным полем С выставленными на нем появляющимися и движущимися целями На дальностях действительного огня Выполнению упражнений предшествует изучение приборов стрельбы и наблюдения Способов определения дальностей и целеуказания В конце каждого занятия руководитель делает разбор Напоминает тему, цель занятия и как она достигнута Указывает положительные стороны и недостатки каждого обучаемого Выявленные в ходе занятия Ставит задачу и определяет сроки устранения недостатков Сборы снайперов завершаются выполнением упражнений контрольных стрельб и комплексным занятием План проведения занятия и состав комиссии для проверки уровня подготовки снайперов утверждается командиром части Каждый снайпер должен решить комплексную зачетную задачу Содержанием которой является проверка знаний, умений и навыков снайпера Пары снайперов По подготовке оружия Выбору огневой позиции Обнаружению и выбору цели Производству выстрела И корректирование огня Рядовой Константинов к бою готов В атаку Вперед При действии снайперов В паре основным стрелком Является обучаемый третьего или четвертого периода обучения А обучаемый первого или второго периода Его помощником Наблюдатель Основной стрелок Обнаруживает Выбирает И поражает цели Его помощник ведет разведку целей Корректирует огонь А при необходимости Открывает огонь сам Ориентир 2 вправо 10 пулемет Дальнейшая подготовка снайпера совершенствуется в ходе выполнения упражнений Учебных стрельб Боевых стрельб в составе подразделения И тактических учений с боевой стрельбой Снайперу Ширинову Прямо ко мне пулемет уничтожить Есть! Действуя в боевом порядке подразделения Или самостоятельно Умело используя местность Снайпер уничтожает прежде всего офицеров Наблюдателей Расчеты огневых средств И другие важные цели противника В условиях современного общевойскового боя Несмотря на применение таких средств борьбы Как бронетанковая техника Артиллерия И авиация Роль снайпера По-прежнему остается важной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова